Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер GTA V. Не ожидали? Это вторая серия за день, вторая серия про обновления, вторая серия по CCD Planet. Сейчас мы вместе с вами посмотрим его и дадим ему объективную оценку. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Вот за что респект разработчикам CCD Planet, что они и развивают и GTA V сервер, и MTA сервер, и не забивают на один, в отличие от некоторого проекта. По классике смотрим ChangeLog, если что, в описании есть тайм-коды. Да и на видео есть тайм-коды, если вам что-то неинтересно, можете перейти к следующему тайм-коду и посмотреть то, что вам интересно. Смотрим сначала ChangeLog, потом смотрим все в реальности, ну и конец. Значит, какой список нововведений? Первое, это добавлена возможность перевеса номеров между личным транспортом. Добавлена система личных сообщений, открывающихся на F9. Добавлены зеленые зоны с отключенным уроном. Добавлен тест-драйв транспорта в автосалонах. Добавлен сезонный кейс, обновленные кейсы транспорта. Все типы дисков теперь доступны на всех автомобилях. Возвращена работа дальнобойщикам. Добавлена выдача цветного ника на сутки за топ-3 в дрифт-заезде. Доработанный нейм теги над головой персонажей. Добавлен бинт для увеличения миникарты на клавишу Z. Добавлен рейс-лоджик на клавишу K. Добавлен бинт на клавишу 4 для закрытия и открытия транспортного средства. И добавлены новые автомобили. Это Audi RS7 C7, VMA X5 ME70, Nissan GTR 2017 года, то есть самый последний рестайлинг. Добавлен Kia Rio, Porsche 911 Carrera в кузове 992, самый новый. Добавлен AMG GT Black Series. Добавлен Bentley Continental SS. Добавлен Range Rover Sport SVR. В принципе на этом все. Месяц прошел спустя где-то прошлого обновления, да. И вот такую обнову завезли. Но если будут завозить каждый месяц хотя бы понемногу, будет уже хорошо. А мы приступаем к практической части и начнем обозревать это обновление. Значит что? Первое это давайте увеличим карту на клавишу Z. Оп. И карта стала большая. Мелочь? Но удобная. Пункт перевеса номеров. Это мы позже поедем на ИКХ. Вот здесь я так понимаю, да. Перевес номеров, да. Именно там. Добавлена система личных сообщений, открывающаяся на F9. Чаты, например. Поиск. Это по игрокам, например, да. Например, давайте напишем, есть какой-то опашка, например. Павел Боссов. Например, оп. Открыли. Привет. Есть еще настройки. Скрыть уведомления, игнорировать сообщения, заблокировать голосовой чат. О, вот, кстати, уведомление. Новые сообщения получили в 9. Значит, получается, звук не приходит. Короче, пацаны, садимся в мою понторезку. Если кто не видел, есть ролик на канале, где я сказал, что это лучшая понторезка. Так, четверка что, не открывает? Где-то лучшая понторезка за 1 миллион. Вот, кстати, появились вот такие вот надписи стильными. Как сам пооткрыл двери транспортного средства. Закрыл двери. Завел двигатель. Че завел? Запустил. Заводят. Короче, ну, бля, ну стиль, да? Ну, стиль банан. Давайте выйдем на трассу, собственно. А, мы еще забыли прочекать. Это сезонные кейсы какие-то. В F10, понимаю, появились. Кейсы за уровень. Сезонный кейс за 4 тысячи рублей. Офигеть. И что здесь находится? Значит, здесь находится Audi RS7 Performance, BMX 5, E7, SYNC GTR, Kia Rio, Porsche Carrera, MGGT, Bentley Continental, SVR. Короче, все автомобили из нового обновления. Также, пацаны, добавили новый кейс. Я его даже не видел, если честно, раньше. Это кейс Mercedes. А, че? Не понял. Вот сейчас вам скриншот прилетел со специальной группой CCD, где написано кейс Mercedes. Но его здесь нет. Офигеть. А где? Также они добавили очень классную фичу, что ты можешь поставить на любую тачку любые диски, как это было в МТА, а не заморачиваться там над ступицами, что ты на грузовик мог поставить только те диски, на спортивную только те, на суперкары только те. Вот это было прям разумное решение. Кстати, новая фура поехала. Новая работа дальнобойщика вроде как добавили. Почему я не сказал, я не знаю. Потому что в чинжлоге не написано. Обязательно посмотрим, наверное, в следующей серии работу дальнобойщика уже полностью, а это посвятим чисто обновлению. Значит, перевес автомобильных номеров. Это где-то здесь. На зоне no parking. Да. Короче, мы выбираем один номер. Номер не выбран. Ну, давай прогрузись. Может, что-то у меня прогружается. Давай номер, наверное, нужно. Давайте GMC Sierra. И вот сюда добавим номер, например, на целое S. Сколько это будет стоить? Подтвердить перевес. 300 рублей, либо 1 миллион. Ну, мне кажется, это дорого. Хотя они очень хитро сделали, потому что все перекупы понапокупали всяких фулблатов на Семерки, на Жиги, на GMC, на Вандуры, кстати, редко. Но вот на Жиги очень много. Сейчас либо плати 300 рублей за перевес одного номера, либо плати как бы 1 миллион. Давайте, знаете что? Давайте поедем... Хотя зачем? Давайте вот поедем прямо, потом развернемся. Здесь добавили RaceLogic. Мне просто очень интересно, как это реализовано. Вот. И мы сейчас где-то вот здесь разгонимся, я думаю. Вот. И поедем сразу в автосалон какой-то. Наверное, в средний, да? Раздуваем, да? Нажимаем K. Вот. RaceLogic. Едем. Все, время пошло. 100, 2,3. 100, 200. 3,9. Но 200-300 у меня не будет, потому что это... Он едет 250 максимум. Окей. Например, я остановлюсь. 2,3, 3,9, да? Например, я остановился. Оно не сбросилось, да? Нет, оно не сбросилось. Значит, каждый раз нужно K нажимать. Окей. Вы тоже видите вот эту стрелочку справа в углу? Потому что она как-то крутится. Что-то здесь нажимается. Ничего не нажимается. Мы в прошлый раз раздували двигатель. Теперь давайте просто... Тапку в пол. 2,3, 3,9 было, да? Сейчас будет 2,5. И... Этот раз прям намного. И 4,1. Неплохо так разница, да? Окей, я в эту сторону. Давайте теперь опять раздуем двигатель. Очень будет прикольно, если цифры не будут повторяться. 1, 2, 3. 6,5? Чего? Каких 6,5 ты что гонишь? 6,5 секунд. 0,100. А 1204, ну... Да... Короче, я какой-то бах нашел, либо что? Ну, рейс ложек это угарная дичь. Окей, давайте достанем мою Сиеру. Целая здесь осталась. Механик приедет, заберет. Потому что Сиера у меня прям на ускорение прям очень бешеный. Я думаю, мы даже с 2 секунд выйдем. Нажимаем Ка. 2,1. Ну, раздувайся. 1, 2, 3. 4,1. 4,3. Нет, каких 4,1 ты что гонишь? Какая-то дичь, короче, есть. 1, 2, 3. 1,8. 3,6. Не на Сиера у меня прям ебашит нормально. Наспавнил механиком немного работы и смотался отсюда. Так, в принципе, это все. А работа дальнобойщика это что у нас? Это где у нас? Ага, это здесь. Я не знаю, я просто никогда не работал дальнобойщиком. Поэтому поедем в следующей серии. А в этой серии мы еще посмотрим обновления. Значит, заезжаем в средний автосалон. Я надеюсь, там будет Киари, а мне не придется ехать вверх карты. Потому что если я поеду, это минут на 10. Это капец. Паркуемся на место специально для водителя Мерседеса. Самое первое это Мазда Тройка. Значит, Киари здесь нет. BMW X5M E70. Ну, как-то странно, что насмотра... Ой. А, совершить покупку здесь теперь есть информация. Офигеть. Дата покупки покупателей. BMW X5M E70. Налог 111 тысяч рублей. Хорошо, что сейчас налог выключен. Размер багажника 84 слота. Тест драйв 16400. Что я хотел сказать, что в МТА на CCD ты можешь его купить за 3 ляма, да? Фотажный на БУ. Здесь он стоит 4. Но смотри, он вообще 10 стоит. Что за переоцененная, недооцененная тачка. Кстати, самая дорогая из этого автосалона уже. Так, следующий автосалон, это где произошло массовое пополнение автомобилей. Это автосалон элитных автомобилей. Поэтому отправляемся мы именно туда. Почему у меня не работает четверка, блин? Они же добавили бинт на открытие. What the fuck? Салон дорогих автомобилей. Знаешь, первое, что нас встречает, самая дешевая тачка, это Audi RS7 T7 за 5,5 миллионов. Ну, выглядит прикольно. А сколько она стоит? Как бы... Ага, 35 мест и... Все. Больше здесь ничего не пишет. Ладно, следующий автомобиль. Это Range Rover SVR, который стоит 6500. И сколько в нем мест? 85. 85. Nissan GTR стоит 8 миллионов, в принципе, как МВТА. БУшный будет стоить где-то 5300, где-то 5400. Ну, 6300, ладно, край. Очень будет хорошо, если они на него добавят еще потом какой-то обвес. По типу NISMO. Да и больше не надо. Porsche 911 Carrera. Стоит 13,5 миллионов. Ну, кстати, еще как для Porsche недорого. Конечно, 992 кузове 996. Разница всего лишь там 3 миллиона. Ага. Но кто хочет чисто старый, эксклюзивный Porsche, может его взять. Этот стоит и всего лишь 10 парковочных. ОК или парковочных. Просто 10 мест. В гараже. Ну, в каком гараже? В багажнике. Ну, да. Bentley Continental SS. Да, она уже идет с тюнингом, к сожалению. Ну, мне кажется, потом CCD немножечко добавит моделек, добавит новое глобальное обновление, где ведут тюнинг с разными элементами, как это сделали они в МТА. И будет очень хорошо, потому что, например, я не хочу вот этот спойлер. Я просто хочу антихром. Какой-то пацан вообще не хочет, типа, просто антихром. Хочет со спойлером отдельно. Какой-то пацан хочет стоковый, но со спойлером. Конечно, это я уже придираюсь, но да ладно. Сколько? 36 миллионов стоит AMG GT? А можно как-то подешевле? А сколько у него мест? 5-6? 8? Офигеть. Не, ну за эту цену он должен валить прям очень жестко. Ну, это прям капец. 36,5 миллионов. Это почти самая дорогая тачка на этом сервере. Почти. Кстати, пацаны, почему я не говорю максималки? Потому что я сам не знаю. Как бы вы можете зайти в группу CCD Planet в ВК и там зайти в раздел, который называется «Фотографии». Вот, и там есть наш автопарк сервера. И там есть все автомобили, которые сейчас присутствуют на CCD Planet. И там написано название, цена и максимальная скорость. Капец, дальнобойщиков много. Походу, пацаны, самая выгодная работа. Да. И там есть максималки все расписаны. На момент записи этого ролика еще там ничего не написано. Но пока он выйдет, думаю, я не вижу, что-то добавят. Если вам интересно, также другие максималки цены, можете зайти по Бэрому, чтобы не кататься по автосалонам. Собственно, мы проехали в последний пункт сегодняшней серии. Это салон дешевых автомобилей. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить Kia Rio. Я думаю, 1500-600, не больше. Какие они стоят, в принципе, в жизни. Хотя не могли ее сделать за лям. А, не, 650 тысяч. Такая вот Kia Rio. Я не знаю, кто его будет покупать. Конечно, если можно взять что-то получше, как бы, на 25 мест. Они все-таки покупают. Вон Kia Rio выехала. Значит, я ошибался. Ну, а на этом все, пацаны. Вот такое вот обновление вышло. Напишите в комментариях, как вам новое обновление. Успели ли вы что-то купить из новых автомобилей. Если у вас, конечно, бабки есть. Мне кажется, ну, блин, за месяц нормально. Если бы каждый месяц вы хотели такие обновления, было бы прям очень хорошо. Нажмите на лайкос. Помогите продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай подписываться на канал. Здесь выходит очень много интересного, крутого, смешного и познавательного контента. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока. 80 лайков завтра серия почти.